Мы приехали на вокзал в Монтбелье. Сегодня у меня очень такой волнительный, приятный вечер. Пожду, встречаемся, уча. Всем привет из Франции. Мои самые наилучшие пожелания. Девчоночки, миленькие, не волнуйтесь, все нормально со мной. И видео на прошлой неделе не выходили по нескольким причинам. Сейчас я все расскажу. У нас суббота утра, до обеда у меня есть время. И также, как и обещала, как отвечала в письмах, в инстаграм, в комментариях, расскажу все этапы оформления временной защиты для граждан, которые сейчас находятся на территории Франции. Мы на прошлой неделе занимались тем, что забирали людей. Кто-то приезжает на вокзал, кто-то добирается поездом, кто-то на блаблакаре, кто-то кого-то привозит, подвозит, потому что люди, у кого-то есть возможность, у французов, они забирают к себе людей на 1-2 дня. Потом нужно искать другое жилье. Прежде чем поехать забрать человека из одного места, нужно найти другое место. Нужно поехать, посмотреть, куда ты привезешь человека, познакомиться с хозяевами, которые предлагают это жилье. Затем я, несколько раз мы ездили в префектуру с разными семьями. Кто-то нет возможности у хозяев, которые приезжают, у которых дают приют беженцам, они или не говорят на английском языке, или работают и не могут повезти, оформить документы. Плюс нужен переводчик. Ездили мы также с детками, сдавали тесты. Это для деток, не для младшей школы, не для садика, а для деток, которые постарше. Потом сортировка одежды продолжается, сортировка вещей на гуманитарную помощь. Затем у нас будет завтра после обеда также, надеюсь, что получится собрать из различных городков, которые находятся возле нас, семьи, которые приехали, чтобы как-то между собой люди начинали общаться. Состояние у всех разное. Кто-то более-менее стабилен, кто-то психологически, ну, плачут, понимаете, плачут. Все это сложно, все это непросто. И поскольку я считаю, что раз мне помогали, и я могу говорить, могу переводить, могу объяснять, то я стараюсь сейчас больше времени посвящать, ну, как бы реальной помощи. Но, тем не менее, опять же, не беспокойтесь. Некоторые написали, что, ну, теперь она все, канал забросит. О, Аська моя пришла. Нет, девчонки, и на канале я тоже буду давать информацию. Итак, по поводу оформления вот этого титра на временную защиту. Он оформляется в несколько этапов. Когда вы приезжаете на территорию Франции, и вы уже знаете, где вы будете жить. В основном это семьи, волонтеры, это государственная помощь. Вот Красный Крест, когда я была в Красном Кресте, они сказали, что мы даем приют на день, на два. И, как бы, это такие места, где все вместе, и там бесплатно это проживание, бесплатно питание, там какую-то дают одежду, какие-то там средства гигиенические на буквально первое время. Потом кто-то ищет сам через Фейсбук, через сайты, которые организованы правительством Франции, жилье, кто предоставляет там на один месяц, на два месяца. У нас на юге с этим сложновато, потому что вот через месяц начинается сезон, и, как бы, если раньше в первое время люди предлагали там на, считая, ну, февраль, март, апрель, и кто-то предлагал, да, февраль, март, апрель, май. Сейчас уже на май очень сложно найти проживание, чтобы были и на летние месяцы. Бесплатно я имею в виду. Кто-то предлагает за небольшую плату, кто-то предлагает за платой коммунальных услуг. То есть предложения от французов, они различные. Чтобы у вас не было, вот знаете, как таких розовых очков, что вы приехали, и вас поселили, и вы будете жить в отдельном доме, ни за что не платить. Вам будут приносить еду, вам будут платить пособия и так далее, и все замечательно. Есть свои нюансы, есть свои сложности. Я рассказываю ситуацию, которая настоящая, потому что информации много, и кто-то говорит, что все-все-все-все круто, все замечательно, чтобы вы не думали, что когда вы приедете, и что Франция это дешевая страна, и все здесь бесплатно. Это не так. Так, ну опять я с отступлениями по теме. Когда вы уже определились, что ваши хозяева вам согласны сделать документы, первое, что нужно делать, отправить по электронной почте на сайт префектуры ваш паспорт с отметками въезда, выезда из Украины и въезда на территорию Евросоюза. Затем, через несколько дней, сейчас возможно будет даже не несколько дней, а несколько недель, потому что чем больше людей, тем больше у них работы, и тем дольше идет период ответа на ваш запрос. Вам на электронку придет время и дата на рандеву, когда вы с хозяевами, которые вас приютили, должны будете поехать. Если, как я уже сказала, там хозяева не могут поехать, ищите вот таких вот волонтеров, как я, которые говорят на французском языке и могут вас сопроводить и объяснить, рассказать и помочь оформить эти документы. С собой нужно будет иметь паспорт. Если с вами, детки, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, затем женщинам тоже нужно свидетельство о рождении, поскольку титр, вот эта вот временная защита, будет оформляться на вашу девичью фамилию, чтобы вас это не пугало. Во Франции все документы, свидетельство о браке, какие-то административные документы, они оформляются на девичью фамилию женщины. Мужчинам у них одна фамилия и до брака, и позже, после, для них это не важно. Затем, если женщина в разводе, нужно свидетельство о разводе. Если женщина вдова или мужчина, ну, мужчин, в принципе, не очень много, в основном это пожилые родители, которые приезжают к детям или к каким-то родственникам, как бы мужчина такого возраста, выезжая с 18 до 60, вы знаете, невозможен из Украины. Поэтому, так, все сказала. Если у вас украинский паспорт, то я, когда была, вот, привет, да, по-моему, это в предпоследний, в последний, а в предпоследний раз в префектуре, то были сложности, что как бы, если у вас заграничный паспорт, где ваше имя, фамилия написаны на латинице, как бы не на, не кириллице, то процесс оформления идет быстрее. Там, я не знаю, чем это закончилось, потому что мы оформляли семье документы, как бы не будешь же, что там бросишь своих и подслушивать, что там происходит, но там были какие-то нюансы, что нужно, то ли перевод был, то ли писали люди, потому что был просто обычный, самый обычный внутренний украинский паспорт. Затем, когда вы приезжаете, хозяева, которые вас принимают, они должны привести с собой форму заполненную, о том, что они согласны вас приютить на какой-то там вот этот вот период, когда вы будете у них проживать. Затем паспорт или, ну здесь у них карточка, вот это документ, подтверждающий личность, короче говоря, человека, который вас приютил, и счета за газ, за свет, за телефон, то есть подтверждение места проживания, что действительно этот человек проживает по такому-то адресу, по которому он вас будет регистрировать. Все это вносится в компьютерную базу данных, все это регистрируется, и в этот день вам дают два документа. Первый – это ваша карта пребывания на временную защиту, и второй документ – это на следующее рандеву, которое уже будут проводить работники АФИ, где там тоже время на второе рандеву разное. Если немного беженцев было, там через несколько дней дается. Если очень большое количество, что регионы во Франции разные, и количество приезжающих из Украины тоже разное. Как бы там я не могу сказать, что вы там через день придете или через два придете, вам напишут, когда прийти и дата. И на следующее рандеву, следующий этап, когда вы снова приезжаете или с сопровождающим, или же с хозяевами, которые вас приютили, и вам выдадут карточку. Эта карточка, на тот момент, когда вы ее получите, денег нет. Поступления идут через месяц, и вот мы оформляли документы 30-го числа, и нам что сказали, что в конце 30-го марта, в конце апреля, человек получит деньги только за два дня марта, то есть целый месяц он получит вот это только за два дня. И только в мае он получит полностью за месяц деньги за апрель. Этой карточкой можно пользоваться в магазинах, но с нее нельзя снимать деньги, ей вы не можете оплатить в интернете, и с этой карточкой нельзя покупать товары, которые вот если продавец предлагает, что там вы можете обменять, или там возврат, если там вам что-то не понравилось, эта карточка так не действует. То есть купил, купил, возврат невозможно. Заплатить за жилье там или за какое-то, то есть если вы там арендуете жилье, то вы не можете снять с этой карты деньги и заплатить за аренду жилья. Она только для расчетов в магазинах, в супермаркетах, в социальных магазинах, которые специально, где беженцы могут купить продукты, товары по сниженным ценам. Затем после этого идет следующий этап, это оформление медицинской страховки. Опять же, желательно, чтобы вы поехали не сами, поскольку если ты не говоришь на французском языке и там нет переводчика, то будет очень сложно оформить все вот эти документы. Обращаться нужно в социальную страховую компанию. Опять же, ну, в основном люди, которые дают приют, они помогают. Очень редко кто, ну, или работает, что не может отвезти, не может помочь, но действительно люди вот от чистого сердца стараются помочь всем, чем могут. Как бы на вот этом этапе тоже вам придется ехать не самостоятельно и оформить вот эти вот документы. Затем, если вы хотите работать, опять же, следующий этап, работу придется искать самостоятельно. Как бы нет такого, что ты пришел. У меня, знаете, когда мы еще были в Украине, когда мы ехали, у меня как-то, думаю, ну, наверное, придут, тебе все дадут, все скажут, и как бы потом ты уже будешь действовать, что все это в одном месте. К сожалению, все это в разных местах. Как бы два рандеву в префектуре идет, одно рандеву в медицинском центре, следующее рандеву идет в центре занятости поле амплуа. И еще, также, это немаловажно, об этом я тоже хочу сказать, есть социальная служба, она имеется даже в маленьких деревеньках, где, опять же, нужно будет оформить досье, если у вас совсем нет возможности ничего покупать, и пока вы дождетесь месяц или два, пока вы получите какие-то средства на свою карту, вот эту вот помощь, то, естественно, нужно кушать, нужно какие-то предметы личной гигиены, и вот эти центры, они помогают с питанием, они дают там бесплатное, то, что приносят, опять же, французы, это все держится на волонтерах. Вот я пошла, я купила, могу я отнести там мука, макароны, сахар, какие-то консервы, я беру, несу в эту социальную службу, и потом все вот это сортируется, и собирается примерно одинаковые корзины, там с молоком, ну, то, что я уже сказала, и раздается людям один раз в неделю, тем, у кого совсем сложная ситуация. Затем про деток. Если у вас маленькие детки, нужно, чтобы люди, которые вас приютили, связались, вначале нужно будет оформить досье в мэрии, для того, чтобы мэрия дала дозвил разрешение на согласие, вернее, что ребенок, зарегистрированный по такому-то адресу, будет посещать определенную школу. Если у вас детки старше, дошкольного или младшего школьного возраста, нужно будет созваниваться с Академией образования, и они вам, опять же, дадут рандеву на сдачу тестов. Что касается тестов, вот девчоночки, с которыми я ездила, но они умнички, они, видать, и в школе очень хорошо учатся, очень сильно переживали, что сдадим, не сдадим, мы ведь ничего не понимаем, как мы будем общаться, потому что представитель от колледжа, которая нас принимала, она не говорит на украинском языке, она прекрасно разговаривает на английском, и они переживали, а такой уровень соответствует, не соответствует, но, опять же, хочу сказать, во Франции очень трепетное отношение к детям. Нас приняли великолепно просто, мы спросили данные родителей, потому что девочки были и с мамой, и была племянница, как бы дочка сестры, которую забрала вот эта вот мамочка вместе с собой. И дается информация про семью, про семью, про папу, въезд, в каком классе учились в Украине, какие предпочтения, хобби, какой любимый предмет, как бы идет вот такой вот анкета, опроса, ничего в этом сложного нет, все очень доброжелательно. Если нет возможности вот найти такого человека, как я, мало ли там, может в вашем регионе, ну или не хотят, или не могут, или, ну не нашли вы на тот день, потому что людей очень много, и как бы когда вот я одна, кому-то, с кем-то ты едешь, кому-то приходится отказать, потому что одно рандеву, ну, к примеру, там на 9 утра, у следующего человека там на 9.30, и ты не можешь сразу быть в двух местах. Поэтому используйте, сейчас очень многие пользуются, вот этот вот Google Translator, это переводчик, когда ты говоришь, и идет сразу же моментальный вот этот перевод, как бы это уже на крайний случай, если вы никого не найдете, готового вам помочь. Тесты не сложные, они без каких-либо оценок, никто там, что вот ты не сдал, все, ты там никуда не пойдешь, даже об этом не думайте, это просто формальность, самая обычная формальность, из-за того, что во Франции такой закон, поэтому, если вы приехали со старшими детками, успокойте их, и скажите, что все будет хорошо, вы придете, мы сдавали украинский язык, математику, английский язык был просто, как бы в качестве собеседования, по украинскому языку, дали несколько тестов, несколько текстов, простите, с вопросами, девчонки, естественно, великолепно все прочитали, ответили, все замечательно, математику, примеры посчитали, по тому классу, в котором они учились, там были классы более старшие, но поскольку возраст у них, соответственно, класс от того, в котором они учились, другие примеры, они просто не трогали, поэтому деток успокойте, пусть они не волнуются, в сдаче этих тестов, ничего сложного нет, пришли, поговорили, написали, и ушли, потом вам не нужно уже будет никуда, ну по крайней мере у нас в Ниме так, все вот передается в тот колледж, в который вас записали, что вам никуда дальше, не нужно ничего вести, и затем, когда все документы будут готовы, вы на 6 месяцев имеете право легального проживания, как беженец по временной защите, это не беженец, который приезжает, там есть другая статья, когда беженцы приезжают, типа на постоянное место жительства, с этим статусом вы можете его прекратить, вы можете переехать в другую страну, но опять же, там придется переоформлять все документы, потому что это только для Франции, вы можете поменять место жительства, но обязательно нужно будет сообщить, в префектуру, что вы переехали из одного места, переехали в другое, что учет ведется, и да, обязательно нужно будет сделать 4 фотографии, когда вы первый раз пойдете оформлять, вот этот вот титр, и что я еще хотела сказать, вы перескочила, чтобы не забыть, да, что важно, за месяц до окончания титра, то есть проходит 5 месяцев, и если, не дай бог, все это не закончится, что Украина дальше будет находиться в состоянии войны, вы решите продолжить ваш титр временной защиты на территории Франции, то ровно за месяц, с теми же самыми документами, с которыми вы пришли в первый раз, нужно будет опять обратиться в префектуру и сделать продолжение, опять же хочу сказать, потому что видела в комментариях, люди пишут, что титр дается на год, нет, это не так, титр дается только на 6 месяцев, вы можете, имеете право на работу, имеете право на пособие, имеете, пособие, кстати, назначаете на, ну, то социальная защита, обучение, образование, и пособие дается в зависимости от членов семьи и дополнительно идет там 7 с копейками еще в день на взрослого человека, когда вы придете уже второй раз, вам на украинском языке дадут все вот эти вот документы, где вы можете прочитать, на что вы имеете право, на что не имеете право, сколько что вам где положено и как продвигаться дальше, как бы это не только будет с моих слов, но вы это все получите официально на втором рандеву в префектуре, так все, мои хорошие, на сегодня я заканчиваю, желаю всем мирного неба, чтобы все были здоровы, чтобы у всех все сложилось хорошо, и по мере возможности, девочки, буду конечно же снимать видео, буду рассказывать, буду объяснять, если будет какая-то новая информация, потому что все меняется, сейчас это все такой вот знаете, как бы стрессовый даже для администрации процесс, потому что как бы такого, что сейчас происходит, давно не было, и они сами стараются все как можно быстрее, правильнее отрегулировать, возможно еще будут, будет какая-то помощь, возможно еще будут приняты какие-то законопроекты, помощи украинцам на территории Франции, я обо всем буду сообщать, поскольку как бы я сейчас в этой сфере нахожусь, из-за того, что помогаю людям, которые приезжают, и обращаемся мы во все, и в мэрию, и в префектуру, и в социальные службы, и в Красный Крест, и как бы каждый день, через каждую неделю, что-то добавляется, слава богу, хорошее, позитивное, но опять же, ребят, понимайте, что вы сюда едете не на курорт, и что находитесь в статусе беженцев, и рассчитывать на отдельные дома, с бесплатным светом, водой, газом, и на питание, абсолютно, что все это будет бесплатно, и на протяжении трех лет, как многие мне написали, что вот вы говорите 6 месяцев, а нам сказали, все будет бесплатно в течение трех лет, я вам рассказываю реальную ситуацию, как на самом деле обстоят дела, но тем не менее, держимся, все будут добрые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова